Приготовим с вами сегодня фунчозу с куриной грудкой и овощами. Разогреваем сковороду и обжариваем куриную грудку на сковороде на масле в течение нескольких минут. Добавляем лук и обжариваем до готовности. Лапшу нужно залить обязательно кипятком за 10 минут до готовности нашего блюда. Теперь к куриной грудке и луку отправляем морковь и болгарский перец. Хорошенько перемешиваем, добавляем специи. Специи можете выбрать на свой вкус. И немного соль я добавила. Много соли не стала добавлять, потому что я добавляю еще 2 столовые ложки соевого соуса. Хорошенько все это перемешиваем и теперь отправляем туда лапшу. Лапшу немного подрезала вот так с помощью ножниц. Перемешиваем еще раз и убираем с огня. Посыпаем кунжутными семечками. Монстропсик. Я добавляю, что немного манчат. Лапшу много два. Я добавляю, что лапшу — лук-плика. Я добавляю, как я добавляю. Растополь. Дальше замаринал. Растополь. Посыпаем, какое-то время. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Готовим фунчозу с говядиной Фунчозу заливаем кипятком и оставляем на 8 минут Говядину нарезаем на тонкие полосочки и посыпаем крахмалом Далее обжариваем на подсолнечном масле 10 минут Затем добавляем тонко нарезанный лук, соевый соус и жарим до готовности Также полосочками нарезаем морковь, огурец и сладкий перец Затем к овощам добавляем промытую фунчозу, говядину, зелень, чеснок, соевый соус и соус терияки По желанию можем добавить острый перец Все хорошенько перемешиваем И подаем к столу Приятного аппетита! Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим фунчозу с говядиной Ее можно приготовить и просто с овощами, но мы с вами сделаем более институтный вариант Итак, на сковороде обжариваем говядину до золотистой корочки минут 5 Добавляем лук, прожариваем еще минут 5 Выливаем соевый соус по вкусу, сколько хотите Томим минут 10 под крышкой В это время берем фунчозу, заливаем ее кипятком Помешиваем обязательно, чтобы она не слиплась Обдаем в холодной водой после Туда выкладываем наше готовое мясо с лучком Выкладываем туда нарезанную кинзу, чесночок обязательно помешиваем Дальше добавляем перец, овощи обязательно Желтый, красный перец, огурцы, можно морковь, я ее не добавляю И все это заправляем заправкой для фунчозы Если ее нет, можно добавить в соевый соус и уксус Это очень вкусно! Приятного аппетита! Поехали! 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 Сегодня приготовлю фунчозу с овощами и курицей, которые вам обязательно понравятся. И первое, что нужно сделать, залить фунчозу водой и оставить на 5 минут. Далее в сковородку влок наливаем арахисовое масло и выкладываем мелко порезанную куриную грудку. Добавляем любые специи для курицы, немного соли и перца и быстро обжариваем на сильном огне, буквально 5 минут. Теперь добавляем порезанные соломкой огурцы, перец и морковку. Перемешиваем и обжариваем еще 5-7 минут. Ну а теперь самое время добавить фунчозу и полить все соевым соусом. Жарим все вместе 3 минуты и в конце добавляем зеленый порезанный лучок. Готовое блюдо посыпаем кунжутными семечками. И на этом все, наша фунчоза готова. Всем приятного аппетита! Не забывайте сохранять рецепт, чтобы не потерять. Сегодня с вами приготовим очень вкусную фунчозу с овощами. На растительном масле обжариваем лук с болгарским перцем до мягкости. Далее добавляем огурец и тушим на сильном огне буквально 1 минуту. Добавляем соевый соус и корейскую морковку. Продолжаем тушить на сильном огне буквально 1 минуту. Предварительно фунчозу залила кипятком, далее промыла холодной водой и добавила к овощам. Можно добавить кунжутные семечки по желанию. Получается очень вкусная фунчоза. Привет всем! Сегодня приготовим вкусную фунчозу. Нам понадобится фунчоза, заливаем ее кипятком. Кипятим ее 2-3 минуты. Мясо обжариваем до золотистой корочки. У меня говядина. Затем лук до прозрачности. Затем добавляем редьку. Обжариваем морковь и соленый перец. Чеснок и мелкий чинсай. 2 столовые ложки томата, соль, соевый соус по вкусу. Жарим минут 15. Тушим 10-15 минут до готовности. Затем смешиваем крахмальную лапшу с зажаркой. Всем приятного аппетита! Приготовим очень вкусную фунчозу. На раскаленной сковороде обжариваем куриную грудку. Солим. Далее добавляем лук. Далее добавляем морковь. Замачиваем фунчозу на минут 10 кипятком. И дальше обжариваем. Добавляем болгарский перец. Фунчозу добавляем ко всему этому. Огурцы. И наш соус. Приготовление будет в ленте. Вот и все. Получается очень-очень вкусная фунчоза. Всем приятного аппетита! Всем привет! Сегодня готовим вкуснейшую фунчозу. На растительном масле обжариваем куриное филе. Затем добавляем лук и специи. Немного обжариваем и снимаем с огня. На том же масле обжариваем морковь, сладкий перец и стручковую фасоль. Добавляем чеснок и немного соли. Тем временем заливаем фунчозу кипятком и оставляем на 5-7 минут. Затем промываем холодной водой. Добавляем к овощам курицу, фунчозу и заливаем соевым соусом. Хорошо перемешиваем и даем настояться 1 час. Всем приятного аппетита и хорошего настроения! С вами была Софья. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Раскаленное масло добавляем в лук. Обжариваем его хорошенько от асфалатистой корочки. Все хорошенько перемешиваем. После добавляем говядину и немного солим ее. Добавляем соевый соус. Хорошенько перемешиваем. Добавляем томатную пасту. Также все хорошенько перемешиваем. Добавляем специи. Доливаем все водой. Тушим 5 минут в медленном огне. Добавляем красный полугоркий перец, морковку. Все хорошенько перемешиваем. И тушим 5 минут. Добавляем чеснок и сельдерей. После добавляем свежие огурцы и рисовую лапшу. Хорошенько все перемешиваем. Фунжоза готова. Приятного аппетита!